Алхамду лилля, Алхамду лилля, Алхамду лилля, Алхамду лилляхи, Раббилля алямин. Вассалату вассаламу аля сейдина Мухаммаду аля алихи ва сахбихи аджмаин. Рабби шрахли садрии ва яссирли амри. Вахлю л-укудатам мин лисани яфкаху каули. Мы с вами продолжаем блог Сажда Сахву изучать. И сегодня, иншаллах, мы переходим по воле Всевышнего Аллаха разбирать досконально каждый рук намаза, где Сажда Сахву надо делать, где не нужно делать. И, иншаллах, мы с вами начнем с первого рукна. Это ошибки в чтении Корана. Мы знаем о том, что именно читать Коран, сам Коран в стоянии, в каяме, является ваджибом. И мы будем разбирать с вами некоторые положения, из-за которых, то есть совершив которые человеку, нужно ли совершать Сажда Сахву или же не нужно. И самое первое положение, оно начинается с того, что человек может повторить суру аль-фатиху. В книге говорится о том, что если человек, совершающий обязательный фард-намаз, повторил суру аль-фатиха, то есть после окончания суры, после того, как он прочитал суру аль-фатиха, он снова целиком или большую ее часть прочитал, то Сажда Сахву становится обязательным, при условии, что эта ошибка случилась в первом или во втором ракате фард-намаза. Значит, стоите вы в фард-намазе, читаете фард-намаз, и в первом ракате вы прочитали фатиху, и потом опять ее прочитали. И если вы ее прочитали еще раз, то есть целиком или большую ее часть, то, совершая намаз до конца, выполнив намаз полностью, в конце уже вы будете совершать Сажда Сахву, потому что вы повторили ваджиб. Чтение фатихи является ваджибом, и повтор этого действия является ваджибом уже для человека совершить Сажда Сахву. Но есть тонкость. Если, например, человек совершает четырехракатный намаз или трехракатный намаз, и он что делает? Он в первом и во втором ракате, как следует, прочитал суру аль-фатиху и дополнительную суру, однако в третьем ракате он взял и повторил фатиху. Прочитал фатиху, потом еще раз повторил. Вот из-за того, что он повторит ее в третьем или четвертом ракате, то ему Сажда Сахву не надо делать. То есть это касается именно первых двух ракатов, если будет повторение в первых двух ракатах. Если это будет дальше уже в третьем-четвертом, то Сажда не надо делать. Вот для чего мы это изучаем? Что человек, находясь в фарт-намазе, он может подумать, что в первом и во втором не было. В третьем ракате он два раза фатиху прочитал и думает, мне надо делать Сажда. Но Сажда ему не надо на самом деле делать. Сажда уже от него не требуется, потому что является ваджибом, что именно в первом и во втором ракате фарт-намаза прочитать фатиху, но не является ваджибом именно в третьем-четвертом ракате читать. Поэтому здесь, даже если он повторит ваджиб в третьем и четвертом ракаате, то ему садждасахву не нужно делать. Говорится о том, что является ваджибом, что касается нафиль намаза или суннат намаза, если он четырехракаатный. Мы же читаем там фатиху во всех ракаатах. Если подобная ошибка случится не в обязательном, а в желательной молитве, то садждасахву обязательны в любом случае. То есть если в суннат намазе, где нам нужно читать и в первом, и во втором, и в третьем, и в четвертом ракаате фатиху, если человек повторит фатиху, еще раз ее прочитает, то садждасахву ему нужно делать по-любому. Если после чтения сура аль-фатиха и после нее молящийся повторил суру аль-фатиха по забывчивости в том же ракаате, то садждасахву совершать не нужно. То есть если человеку он фатиху прочитал, после фатихи что идет? Сура дополнительная, правильно? И он после суры что должен делать? Руку. Но он после этого, после дополнительной суры, он опять фатиху прочитал по забывчивости в том же ракаате, то садждасахву совершать не нужно. А следующий пример у нас такой. Если молящийся прочитал большую часть сура аль-фатиха, например, прочитал 4 ракаата, 4 ракаата, но 2 ракаата пропустил, то садждасахву не нужно совершать. Однако если он большую часть пропустил, а меньшую часть всего лишь прочитал, например, первые 2 аята прочитал, сура аль-фатиха, а дальше не прочитал, то ему садждасахву уже совершать не нужно. Однако среди ученых есть мнение о том, что даже если он меньшую часть пропустит, он же большую часть прочитал фатихи, но меньшую часть пропустил, мы сказали, что садждасахву не нужно совершать. Однако ученые сказали о том, что ему желательным будет прочитать все-таки в конце саджда сахву. Ему лучшее надо сделать. Третий пример. Чтение другой суры вместо суры аль-фатиха. Если молящийся прочитал другую суру вместо суры аль-фатиха, то ему следует, он начал читать, понимает, что он не фатиху читает. Как только он заметил эту ошибку, ему надо прекращать читать эту суру. Ему нужно прекратить чтение этой суры. И начать ему, что нужно? Фатиху, потому что именно на этом месте должна быть фатиха. А затем снова прочитать любую суру и закончить свой намаз обычным образом, совершив саджда сахву. То есть человек в первом ракате дуа сана прочитал, аузу бисмилля прочитал, фатиху должен читать, а он что начал делать? Вторую суру читать, дополнительную суру читать. Или, например, какую-то другую суру вместо аль-фатихи. То ему нужно, как только он понял свою ошибку, прекратить это делать и начинать читать суру аль-фатиха. А потом в конце уже сделать, как полагается, саджда сахву. Если, однако, молящийся заметил эту ошибку после окончания чтения другой суры, то ему нужно прочитать суру аль-фатиха и другую суру в третьем или четвертом ракатах обязательного фарт-намаза, а в конце совершить саджда сахву. Это тоже сюда относится. Четвертое. Чтение суры, которую ты не намеревался читать. После чтения суры аль-фатиха человек имел намерение прочитать определенную суру. Например, в первом ракате я стою и думаю. Или, например, до намаза. Я думаю, я в первом ракате прочитаю сур аль-фатиха, а во втором ракате я прочитаю, например, алихляс. И он что делает? Он по ошибке определенную суру хотел прочитать, но он по ошибке начал читать другую суру. В этом случае ему не нужно совершать саджда сахву. Даже если он хотел определенную суру, но вместо нее начал другую. Например, в первом ракате я хотел каусар, а начал читать ихляс. И думаю, ну я же имел намерение, что именно каусар прочитать, но начал читать ихляс. То ему саджда сахву не надо совершать. То есть человек может подумать, что в конце из-за того, что у меня не яд был другой, мне нужно совершать садждасахву. Следующая ситуация такая, когда человек, он многократно повторяет один и тот же аят. Если имам повторяет один аят снова и снова, то садждасахву не обязательно. То есть опять ошибочное мнение среди нас о том, что если человек один и тот же аят повторяет, он же дальше не идет, дальше же не читает, он один и тот же аят повторяет, поэтому ему нужно будет садждасахву делать. Если имам повторяет один аят и снова, и снова, то садждасахву не обязательно, даже если он повторял этот аят на протяжении большего, чем необходимо для совершения одного рукна или произнесения Субханаллах три раза. То есть мы говорили о том, что примерно это время 5 секунд. Вот если он на протяжении 5 секунд говорит, забыл второй аят. И так несколько раз повторяет. То ему не нужно совершать садждасахву в конце. Подобно этому, если следующий за имамом исправлял ошибку имама в чтении, в течение времени превышающего время исполнения одного рукна садждасахву также необязателен. То есть человек, например, имам читает, и он вот 5 секунд, скажем, он молчал. Вот если вот в течение 5 секунд стоящий за ним его исправит, и он скажет, поможет ему, например, или, например, как подсказывает стоящий за имамом, он, например, говорит Аллаху Акбар, когда он забывает, или, например, когда он забыл аят, он ему аят говорит. И он в течение 5 секунд принимает эту подсказку и начинает дальше, продолжает чтение. То есть здесь садждасахву не обязательно. Однако если имам уже вот 5 секунд он будет молчать, вспоминая, вспоминая следующий, второй аят, то уже садждасахву надо делать, потому что он оттянул, оттянул уже другое действие. Поскольку он уже там должен был прочитать, во-первых, эти три аята, а дальше он уже должен был что? Идти, например, в руку. Шестое. Чтение только суры Аль-Фатиха или только другой суры. То есть в первом, во втором ракате, да, человек или только Фатиху прочитал, суру вторую не прочитал, дополнительную, или только дополнительную суру прочитал, а Фатиху не прочитал. Что в этом положении? Садждасахву обязательно для человека, который прочитал только одну суру Аль-Фатиха и не прочитал после нее другую суру, или прочитал только другую суру и не прочитал суру Аль-Фатиха. Пришли к вам, например, люди и спрашивают, слушай, брат мой, вот я сейчас совершал намаз, но я Фатиху не прочитал, я только дополнительную суру прочитал. Или он наоборот, например, я только Фатиху прочитал, а дополнительную суру не прочитал. Мне саджда сахву надо делать? И вы ему говорите, что тебе нужно совершить саджда сахву. Седьмой пункт. Пропуск суры Аль-Фатиха и второй суры. Например, после чтения дуа Субханакя человек сразу перешел в руку. Он перешел в руку, и находясь в руку, когда он уже читает Субхана Рабья Лазым, он понял свою ошибку. Ему следует выпрямиться, и что сделать? Прочитать суру Аль-Фатиха, потому что он ее пропустил, и другую суру, потому что она идет после Аль-Фатихи, а затем продолжить намаз обычным образом, а в конце совершить саджда сахву. Здесь он что сделал? Он ваджиб, который должен был прочитать, он своевременно не выполнил этот ваджиб. Вот за то, что он не своевременно выполнил ваджиб, он должен совершать в конце саджда сахву. Например, на прошлой лекции мы говорили с вами о том, что человек обязан совершать саджда сахву, когда он не своевременно выполняет ваджиб, или когда он повторяет ваджиб. Например, помните, первую мы разбирали, Фатиху прочитал, потом опять прочитал. Хотя после Фатики что? Другую суру надо читать. Есть же порядок чтения намаза. А он что делает? Повторяет ваджиб. А здесь он что делает? Не своевременно читает ваджиб. Не своевременно. Поэтому ему в конце нужно читать, совершить саджда сахву. Очень частый вопрос. Человек говорит, а я вот Фатиху прочитал, и только два аята прочитал, а ваджибом является сколько? Три аята читать. Если человек по ошибке прочитал только два коротких аята после сура Аль-Фатихи, и затем перешел в руку, то саджда сахву в конце обязателен, поскольку ваджиб чтение после сура Аль-Фатиха минимум трех коротких аятов или одного длинного. Один длинный какой мы можем привести? Например, аят уль-Курси. Аман ар-Расулю. Понятно? То есть это такие большие аяты, но вот как один аят читается, потому что они по своей, так скажем, содержимости больше трех аятов как будто бы получаются. Поэтому если человек по ошибке прочитал только два аята, он, например, читал Фатиху, и потом прочитал Забыл третий аят. Совершил намаз до конца, и в конце, он понимает же, в первом ракате, я только два совершил, только два аята прочитал, поэтому ему уже ваджибом становится сделать саджда сахву, потому что он здесь, у него неполноценный ваджиб совершен. Вместо трех аятов он прочитал только два аята. Следующий момент. Чтение суры в третьем и четвертом ракатах фарт намаза. Мы знаем, что в фарт намазе, в первом ракате мы что читаем? Фатиху, суру. Во втором ракате, фатиха, сура. А в третьем и четвертом только фатиха же, правильно? А человек добровольно или по ошибке прочитал суру после суры аль-фатиха в третьем или четвертом ракате фарт намаза саджда сахву совершать необязательно. Например, первый ракат фатиха сура, второй ракат фатиха сура, в третьем ракате мы знаем, что только фатиха, в четвертом тоже только фатиха, а он добавил дополнительную ссору. Там призадумался, ушел, например, в мысли и дополнительную еще ссору прочитал. Если он это сделал, саджда сахву не нужно совершать, необязательно совершать саджда сахву. Десятое. Пропуск суры аль-фатиха в третьем или четвертом ракате. Вот мы знаем, что является чтение суры аль-фатиха ваджибом в первых двух ракатах. А что если человек в третьем и четвертом ракате он пропустил суру аль-фатиха? Если молящийся пропустил суру аль-фатиха в третьем или четвертом ракате фарт намаза, но при этом, тонкость есть, да, но при этом простоял молча на длину хотя бы одного тасбиха, тогда саджда сахву совершать не нужно. Один тасбих – пять секунд. Например, в третьем ракате он стоит – пять секунд. Если он не стоял пять секунд на длину одного тасбиха, то ему нужно совершать саджда сахву. Но если он просто молча простоял хотя бы вот пять секунд и фатиху тоже не читал, ему совершать саджда сахву не нужно. Однако если вот он хотя бы там одну секунду, две секунды был, он и тасбих не простоял как следует пять секунд, и фатиху тоже не читал, то ваджиб уже ему совершать саджда сахву. Одиннадцатый пункт – громкое чтение в намазе, где нужно читать тихо. Но здесь больше касается, кого имама касается. Потому что мы сказали, что человек, который совершает намаз индивидуально, он уже сам выбирает. Хочет тихо читает, хочет громко читает. Там, где тихо надо читать, громко читает. Там, где громко надо читать, тихо читает. Он сам уже выбирает. Однако мы с вами говорили о том, что ученые сказали о том, что желательно тихие намазы тихо читать, шепотом так, что ты самого себя слышишь. А громкие уже чуть погромче. Но если человек все шепотом прочитает так, что самого себя слышит, этого даже достаточно. Здесь касается, наверное, больше именно имама. Если имам читал Коран громко в намазе, где предписано тихое чтение, тихое чтение, где предписано зухар-иаса, правильно? То саджда-саху становится обязательно. Также, если имам читал тихо в намазе, где нужно читать громко, фаджр, два раката, махри, первые два раката, иша, первые два раката, обязательно совершать саджда-саху. Но тут понятно, что если человек будет стоять за ним, но если он имамом стоит, он должен ему подсказать, то, что вот Аллаху Акбар, ему должен подсказать, что со словами Аллаху Акбар, чтобы он понял то, что он там, где громко, надо читать громко же, да, он тихо читает. Если имам прочитал тихо в намазе, где нужно читать громко, три коротких аята, и затем понял свою ошибку, или его исправил кто-то из молящихся за ним, то ему необходимо, ваджиб, повторить прочитанное громко и совершить в конце намаза саджда-саху. Однако, если он прочитал тихо меньше трёх аятов, например, фатиха, да, возьмём, если он меньше трёх аятов прочитал тихо, а потом вспомнил, да, и начал читать громко, то ему саджда-саху не надо совершать. То есть эти моменты, которые вот надо запоминать, что если меньше трёх аятов, то нет проблем. Нет проблем, даже саджда-саху не надо совершать, потому что он понял и исправился. Но если уже больше трёх аятов, да, три аята и больше, то уже надо саджда-саху совершать. Аналогично этому, если имам прочитал громко три аята и более в намазе, где предписано читать тихо, а затем осознал свою ошибку, то он может продолжать читать тихо оттуда, где он остановился, не повторяя даже прочитанное. То есть не надо возвращаться, если он меньше трёх аятов, да, прочитал там, где надо громко читать, он тихо читает. А в конце ему следует совершить саджда-саху. Три аята и более, да, если он прочитает. Тот, кто своевременно совершает, это примечание такое, тот, кто своевременно совершает, не восполняет намаз, где нужно читать громко, в одиночку, может читать как громко, так и тихо. Об этом мы с вами сказали, саджда-саху совершать не нужно. Намаз, в котором нужно читать тихо, молящемуся в одиночку, желательно совершать тихо. Повторение, это следующий уже пункт, повторение одной и той же суры в двух ракаатах. Вот тоже часто задают вопрос. Если я в первом ракаате кяусар прочитал, и во втором ракаате тоже кяусар прочитал, как быть? Повторение одной и той же суры в двух и более ракаатах не делает обязательным саджда-саху. Не делает обязательным саджда-саху. Даже если в четырех ракаатной молитве человек прочитает во всех ракаатах сура Алихляс, например, ему саджда-саху совершать не нужно. Однако ему желательно, если он знает больше сур, если четыре суры знают разные, ему желательно это все разбить по ракаатам. Если он вдруг во всех прочитает, то саджда-саху не обязательность. совершать. Пропуск одного аята и более в чтении Корана. Если молящийся по ошибке пропустит несколько аятов при чтении второй суры, садждасаху совершать не нужно. Например, он читает какую-то суру, и между вторым и четвертым аятом он пропускает третий аят. Со второго перескочил на четвертый и дальше читает. Ему садждасаху совершать не нужно. То есть даже если он один аят пропустит, несколько аятов даже пропустит, например, вначале прочитал пять аятов, потом еще пять аятов было, он перескочил на последние пять аятов, всего 15 аятов в суре, и он вот эти серединные пять аятов пропустил. Садждасаху совершать не нужно. Совершение ошибки после чтения трех аятов. Если после чтения трех аятов имам не смог продолжить, но ваджиб он выполнил, да, потому что мы говорили о том, что ваджибом является три аята. После трех аятов имам не смог продолжить, потому что забыл продолжение и перешел сразу в руку, то в этом нет проблемы. И его намаз действителен, ему не нужно совершать садждасаху. С другой стороны, если после чтения трех аятов, понимая, что он не может продолжать, имам стоял в таком положении на протяжении совершения одного рукна, ну, одного тазбиха, да, пять секунд, он стоит, он три аята прочитал и стоит на протяжении одного рукна. Понимая, что он не может продолжить, имам простоял в таком положении на протяжении времени совершения одного рукна, то вне зависимости от его дальнейших действий ему необходимо будет совершать садждасаху в конце намаза. Точно так же его нужно будет совершить, если молящийся по окончании чтения сура Аль-Фатиха простоял в нерешительности на длину совершения рукно и более, решая, какую суру читать дальше. Все зависит от того, сколько времени вы простояли молча. Фатиху прочитали, иногда бывает, вот долго думают, Субхан Аллах, сколько вот, например, думает на больше пяти секунд, какую суру мне читать. Вот если это совершается по шафийскому масхабу, то нет проблем, потому что по шафии после сура Аль-Фатиха еще имам дает время для тех, кто стоит сзади, чтобы они тоже Фатиху прочитали, а у нас по ханафи такого нет. И имам, если после Аль-Фатихи пять секунд простоял на длину одного тасбиха рукно, и он никак не может решиться, какую суру дальше читать, то ему дальше, если он даже продолжит читать аяты этой суры, все равно в конце нужно совершать садждасахву. Или если он три аята прочитал, он ваджип выполнил, все нормально, дальше он забыл и стоит пять секунд молча, вспоминая аяты, то ему все опять нужно делать садждасахву. Почему? Что он делает? Он отсрачивает. Отсрачивает что? Фарт. Он уже в руку должен идти, а он еще стоит в каяме, еще ваджип читает, а ваджип у него не полноценный. Очень частый вопрос. Чтение сур не по порядку. Чтение сур не в том порядке, в каком они идут в Коране. Например, человек прочитал суру Аль-Кеа-Ферун в первом ракаате. Сура Аль-Кеа-Ферун, она какая у нас? Она получается 109-я сура священного Корана. И суру Аль-Кураиш во втором ракаате. Сура Аль-Кураиш какая? 106-я. Сначала же 106 идет, потом 107, 108, 109. Оттуда же берем, да, с первого. Первая, вторая, третья сура и так далее. Но он что сделал? Он 109-ю сначала прочитал, потом 106-ю. Кстати, это очень частая такая ошибка, которая совершается. Но так не следует делать, да, так нежелательно делать. Сначала надо 106 прочитать, уже потом 109 читать. Если он это сделал, человек, да, все равно 109, потом 106 прочитал, ему садда-сафу не обязательно совершать. То есть ему не нужно совершать. Тем не менее, делать так является нежелательным мокрух. Является мокрухом. Если молящийся по забывчивости прочитает во втором ракаате суру, которая идет в Коране раньше той, что было прочитано в первом ракаате, например, он должен был сначала 107 прочитать, а потом 108, да? Но он прочитал 108, да, а потом 107. То, осознав свою ошибку, он должен прочитать ту суру, которую начал. Теперь ему нежелательно будет мокрух прекратить чтение этой суры и перейти к другой только из-за желания соблюсти правильный порядок чтения сур. Объясняю. Сначала 107 идет, потом 108, правильно? Но он, он все равно начал 108 читать, каусар. И он понимает, сначала-то я должен был 107 читать. Вот здесь уже ему мокрух будет прерывать это чтение. Все, уже читает. Потому что он уже начал это делать. Понимаете? Он уже начал это делать, поэтому ему нужно читать. Однако ему нежелательно так поступать. Но Садждасаху не нужно совершать, если он так сделал. 16 пункт. Молчание в последних ракаатах обязательного фарт-намаза. Молчание в последних ракаатах обязательного фарт-намаза. Если молящийся простоял молча на протяжении хотя бы одного тасбиха в третьем и четвертом ракаатах фарт-намаза, не читая ничего, или прочитав, допустим, только три тасбиха, то его намаз будет действительным и Садждасаху совершать не нужно. Это касается третьего-четвертого ракаата, о чем мы с вами говорили. Пропуск суры аль-фатиха в желательном намазе или в намазе витр. Садждасаху необходимо совершить, если молящийся не прочитал суры аль-фатиха в любом из ракаатов желательного намаза или в третьем ракаате намаза витр. Все. Фатиха пропущена. Нужно совершать. Это касается желательных уже намазов. Если фатиха пропущена, ему в любом случае надо совершать уже Садждасаху. Пренебрежениями правилами таджвида. Очень частый вопрос тоже, когда человек пренебрегает правилами таджвида. Если молящийся читал Коран в намазе, где нужно читать громко и не соблюдал правила таджвида, Садждасаху совершать не нужно. То есть, если человек не соблюдает правила таджвида, Садждасаху совершать не нужно. не нужно. Однако, если несоблюдение правил чтения Корана привело к серьезной ошибке, то нужно повторить сам намаз. Под серьезной ошибкой подразумевается ошибка, меняющая смысл или вводящая в Коран постороннее слово. То есть, как будто бы человек вообще извне, в Коране вообще нет такого слова, он извне берет, подставляет это слово. Или же он сказал такое слово, которое в Корне меняет смысл этого слова и намаз уже нужно перечитывать, потому что здесь уже очень серьезная ошибка допущена. Девятнадцатый пункт. Принятие подсказки постороннего. Если имам ошибся в чтении и его исправил посторонний, что означает посторонний? То есть, не следующий за ним в этом намазе. Этот человек вообще не в намазе, он уже, допустим, намаз прочитал, сидит сам по себе в стороне. Если вот он, будет помогать имаму, и имам примет его подсказку и исправится, то его намаз нарушается. То есть, имам кого подсказку может принять? Тот, кто стоит за ним. Но он не посторонний, который вне намаза. Однако, если он не обратит внимания на подсказку и исправится сам, или повторит всю сурму сначала, прочитав правильно соответствующее место, тогда его намаз будет действителен. И садждасаху совершать не нужно. Понимаете, да? Если посторонний подскажет ему, и он примет эту подсказку, здесь даже садждасаху не поможет. Как будто бы идет разговор, да, с человеком, который вообще вне намаза. Ему уже надо перечитывать молитву, да? Он уже дает салям, выходит и заново начинает читать молитву. Двадцатый пункт. Произнесение постороннего слова. Если молящийся при чтении Корана произнесет неарабское слово, даже если это точный перевод слова из Корана, его намаз нарушится, и его нужно будет переделать. Садждасаху не помогает. То есть садждасаху не исправит эту ошибку. Например, если человек, да, например, если человек вместо арабского слова, он, например, говорит, астаниду билля, ну, пример, ваттини вас зайтун. И он говорит, ваттини вас оливка. Понимаете, он по-русски сказал слово. Ваттини вас оливка. Например, клянусь тином и зайтуном, да, надо сказать. Ваттини вас зайтун, он говорит, клянусь тином и оливкой. В намазе. Здесь садждасаху не поможет, потому что он сказал слово вообще, даже если перевод совпадает, да, перевод совпадает, но это грубейшая ошибка, и ему нужно уже перечитывать молитву. Откладывание саджда тилява, земного поклона, чтение Корана. Если после прочитанного аята, требующая саджда тилява, вот есть же 14 мест по ханафима-схабу, где, как только имам прочитал, он должен, например, саджда тилява совершать, да, или человек сам. молящийся не совершил его сразу, а через некоторое время меньше времени чтения трех аятов. Меньше времени. Поняв свою ошибку, совершает саджда, то это откладывание не делает обязательным саджда сахву. Не делает. Но если больше уже трех аятов, вот он простоял, да, и так далее, он думал, и так далее, то уже саджда сахву совершать нужно. 22 пункт, вот у нас как раз приближается месяц Рамадан, тихое чтение намаза, тихое чтение в намазе Таравих и Витр в Рамадане. Мы знаем, что Витр уже имам читает, да, вслух, громко, только в Рамадане, да, а в остальное время мы уже сами отдельно читаем. Если имам по забывчивости прочитает Коран тихо в намазах Таравих и Витр в Рамадан, три аята и более, три аята и более, ему обязательно совершать саджда сахву. И мы сказали, что если два аята всего лишь будет, то саджда сахву не нужно совершать и можно продолжить прямо оттуда, громко, где он уже остановился. Принятие подсказки постороннего в намазе, где нужно читать тихо. Если во время намаза, где нужно читать тихо, имам по ошибке прочтет Коран громко и его исправит кто-то из тех, кто не следует за ним в его намазе, и он сразу же примет исправление, его намаз нарушается, мы сказали, и его намаз нужно повторить. Если он не обратит внимание на исправление и пройдет какое-то время, прежде чем он продолжит свое чтение, то его намаз будет действительным, однако ему нужно будет совершить саджда сахву. 24 пункт пропуск короткой суры. Если молящийся прочитает, например, суру Маун в первом ракате, а во втором, пропустив суру Кяусар, прочитает суру Аль-Кяафирун, то саджда сахву ему совершать не нужно, хотя поступать так сознательно, нежелательно мокру. Разбираем этот момент. Маун какая сура? 107-я. Правильно? А дальше какая сура идет? Кяусар. А после Кяусар какая сура идет? Кяафирун. 107, 108, 109. И он что делает? Читает 107-ю суру. А потом какую он должен прочитать, чтобы соблюсти порядок? 108-ю. Вот 108-ю он пропускает сознательно и перескакивает на 109-ю. Саджда сахву не нужно совершать, однако это является мокрухом. Но не является мокрухом, когда человек пропускает между сурами две суры. Например, он прочитал суру Маун 107-ю, пропускает 108-109 и читает 110-ю. Здесь никакого мокруха нет. Мокрухом является, когда человек между сурами одну суру пропускает. Так делать нежелательно. И саджда сахву, даже если этот человек сделал, саджда сахву совершать не нужно. 25-й пункт. Кстати, очень частый пример, который встречается. Удлинение чтения Корана из-за ожидания конкретного человека. Удлинять чтение Корана для того, чтобы конкретный человек успел присоединиться к джамаат-намазу мокрух тахриман. Еще раз читаю. Удлинять чтение Корана для того, чтобы конкретный человек успел присоединиться к джамаат-намазу является мокрух тахриман, близкий к хараму. Однако в этом случае садждасахву не нужно совершать. Например, вы стоите в молитве, и вы понимаете, что вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот сейчас придёт муфтий. И вы из-за уважения к муфтию думаете, ну давай я прочитаю Суру Ясин в первом уракате, чтобы он точно успел. Является Макрух Тахриман. Нельзя так делать. То есть это является порицаемым. Плюс ещё мы знаем из терминологии ханафитского масхаба, что Макрух Тахриман – это близкий к хараму. То есть не категорический запрет, категорический запрет идёт из Священного Корана, из хадисов Мутаватир, но поэтому учёные дали термин этому действию. Макрух Тахриман – близкое к хараму. Так нельзя делать. То есть ты же в намазе, ты же перед Всевышним Аллахом, у тебя намерение только между ним, между тобой и им, да? Но ты уже думаешь о каком-то человеке, даже несмотря на его должность и так далее, так нельзя делать. Но совершать садждасахву не нужно. Двадцать пятый пункт – чтение, его определение и условия. Чтением Краат считается произнесение звуков с помощью органов речи, язык, губы и так далее. Оно должно быть таким, чтобы стоящий рядом с тобой, с молящимся, слышал его, даже если очень слабо. Если молящийся совершает намаз в одиночку, то он должен слышать сам себя. Вот бывают моменты, человек стоит, следишь, да, анализируешь. Человек стоит в намазе и вот так вот стоит. Ни язык не шевелится, ни губы не шевелятся. По ханафитскому масхабу намаз недействителен. Его не то, чтобы рядом стоящийся, да, молящийся не слышат, да, образно, но он, во-первых, сам себя еще не слышит. Ни губы не шевелятся, ни язык не шевелятся, да. Этот намаз недействителен вообще. Здесь даже садждасаху не поможет. Если молящийся будет всего лишь представлять звуки в своем сознании, губами не шевелятся, язык не шевелятся, не шевеля при этом губами языком, то это не будет считаться чтением Краатом, поскольку не соответствует предъявляемым к нему условиям. Мы же сказали Краат, что такое, да, шевеление языка, органов речи, языка и губ. Минимальное количество аятов Корана, которые молящийся должен прочитать в каждом ракаате, три коротких аята или один длинный. Ученые по фикху привели в качестве примера трех коротких аятов следующее. Например, сура Аль-Муддафир, Аста-Изубилля, Сумма Адбара вастакбар, Сумма Абаса вабасар, Сумма Назар. Например, вот очень короткие три аята. Длинный аят должен равняться по длине трем таким аятам. Но мы знаем, что если я сейчас аят Аль-Курси начну читать, он еще длиннее. Это один аят, но еще длиннее. Это все допускается. Понятно? Поэтому, если человек, у него органы речи, он самого себя не слышит, они не двигаются, его намаз недействителен, ему нужно перечитывать. Сейчас, наверное, человек будет смотреть урок и думать, Сумма Ана, я, наверное, 10 лет так совершаю, 5 лет, мне что перечитывать? Мои соболезнования, ну надо перечитывать намаз. Эти все молитвы надо перечитывать, потому что это именно, во-первых, возможно, что человек проявил халатность, когда учился читать намаз, он должен был понять, что в нем есть рука, кроат, чтение, то есть, кроат, чтение, это когда элементарно мы читаем, и у нас, например, язык, губы шевелятся. Поэтому, если этого не было, по ханафима с хабу, этот намаз недействителен, и ему нужно перечитывать эти молитвы. А Аллах знает лучше. Ассаляму алейкум, ва рахматуллахи, ва баракятуху.